Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Простое вере» и я, её ведущий, Отец Назарий. В прошлом выпуске мы беседовали на тему праздника Святой Пятидесятницы, а также пытались понять, кто такой Святой Дух и как Он себя проявляет. Сегодня хотелось бы продолжить порассуждать на эту тему. Мне хотелось бы начать с цитаты Священного Писания из Евангелия, где Господь говорит и общается со своими учениками перед распятием. Он говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Насколько важно, что с нами, православными христианами, до сих пор пребывает Дух Утешитель, или, как в одном из выпусков Отец Сергий говорил, Дух Примиритель. И почему мир не может принять этот Дух? Разобраться в этом нам сегодня поможет настоятель храма в честь святителя Николая, Отец Алексей Беляев. Отец Алексей, здравствуйте. Добрый день, Отец Назарий. Здравствуйте, дорогие друзья. Отец Алексей, как вы считаете, насколько важным является то, что Святой Дух и Его сила и благодать до сих пор присутствуют в Церкви спустя столько веков, и вообще присутствуют ли? Потому что, как в прошлом выпуске мы с вами общались, мы видели дар Святого Духа апостолам, когда они говорили на иных языках, и многие люди их понимали. Впоследствии мы видели многие чудеса и знамения, которые творили апостолы, силы как раз-таки Святого Духа, которая была неспослана им свыше. Возникает вопрос, а до сих пор ли эта сила в Церкви, и до сих пор ли сила Святого Духа и Его благодать действует в нас, в христианах, и вообще, насколько это важно? Или, может быть, уже этой благодати нет? Вот помогите разобраться нам в этом вопросе. Если мы будем размышлять богословски, то само бытие Церкви спустя 2000 лет, оно есть основное и главное свидетельство о бытии в ней Святого Духа, пребывании и действовании. Ибо, как говорят святые отцы, мы узнаем о гибели тела, потому что душа ушла из него, и оно распадается, оно подвержено тлению. Если Церковь живет, не имея, собственно говоря, на земле достаточных прагматических оснований для своего бытия, эта история подтверждает, то, соответственно, значит, есть некая сила, какая-то тайная, непонятная, внешне не подчас невычисляемая. Мы часто слышим нарекания в отношении современной Церкви, что она то слишком связана с государством, с властью и обусловлена, скажем, поддержкой ее бытия, обусловлена поддержкой государственной власти, то, что она слишком развернута к людям в некоторых проявлениях и идет на поводу, ну, это, может быть, больше католической Церкви упрек такой слышен. Если мы обратимся к истории нашей отечественной церковной, то вспомним обновленцев, движение обновленцев 20-х годов ушедшего века, 20-го, это люди внутри Церкви, которые, собственно говоря, создали раскол, отошли от единства с канонической Церковью и встали в обслугу новой идеологии, господствующей политической идеологии, большевистской, которая была в своей сути богоборческой. И главной их основой декларации была вот как бы приверженность советской власти, новому общественному укладу и прочее, прочее, прочее. Имели они абсолютнейшую поддержку действительно государственной власти и храмы им многие передавались от патриаршей церкви, забирались. И уже к началу 30-х годов мы не видим этого явления, оно и сжило изнутри само себя. Как? Люди перестали ходить туда, то есть общины распались. То, что было создано на порыве идеологическом, на вдохновение, не религиозном, собственно говоря, не духовном, оно оказалось нежизнеспособным. И если церковь, вопреки всему, всем испытаниям, политическим разделениям ее членов, прихожан даже, внутренних конфликтов, если она удивительным образом продолжает свое бытие и еще свидетельствует о Христе, это тоже базовое условие бытие и свидетельство веры. Не только занимание, даже занятие социальными делами, милосердие, там, строительным развитием, каким-то инфраструктурой, не эти признаки, скажем, базовые, а вот бытие и свидетельство о Христе, словом и делами милосердия. Свидетельствует о пребывании Святого Духа в ней. То есть, несмотря на все испытания, которые церковь перенесла православно на протяжении двух тысяч лет, церковь до сих пор стоит и несет весть о воскрешенном Христе людям, и это является свидетельством того, что благодать и сила Духа Божьего до сих пор действуют в церкви. Правильно? Да, и даже святитель Феофан Затворник рассуждает о пребывании Святого Духа и в других христианских деноминациях. Он говорит о том, что, например, в католичестве учение о папстве при мати непогрешимости папы, оно отсекает от благодати Святого Духа церковь католическую, но частично он говорит об одном утраченном легком, в то время как утверждает, что одно живо. То есть некое пребывание, об этом сложно рассуждать. Птица Алексея, это тема на самом деле очень глубокая, где вот эти границы церкви, где границы того, где действует Дух Святой, но... Насколько от него можно отгородиться? Да, но интересные вот более такие явные вещи, в каком плане я поясню. Когда человек читает Евангелие, когда человек читает Деяния апостолов, он видит, во-первых, слова Христа о том, что знамение верующим будет, то, что они испьют что-то смертное, не умрут, на кого возложат руки, те будут исцелены. Читаем Деяния апостолов, мы видим говорение на иных языках, мы видим, что даже апостол Павел, когда проходил, люди хотели, чтобы хотя бы тень упала на них, чтобы они получили исцеление, прикасались даже к одежде, к частям одежды апостола Павла получали исцеление. Когда человек читает жития святых, которые изобилуют многочисленными чудесами, то есть, ну как вот, человек читает, особенно в детстве, жития святых, видит, что вот тут человек ходит по водам, тут, значит, человек исцеляет, тут святой рассказывает всю жизнь человека, который к нему пришел, удивляется, и после прочтения Евангелия, после прочтения Деяния апостолов, после прочтения жития, человек возвращается в реальную жизнь, приходит в храм, и смотрит, а где все эти чудеса, где все эти дары Духа Святаго, почему то, о чем я постоянно читаю в истории церкви, я не вижу таких явных чудес, сейчас в современном мире, сейчас в современной церкви, их нет, они пропали, или в них пропала надобность, или они есть, но человек настолько стал скептически относиться ко всему, что его окружает, что мы просто перестали различать эти чудеса, которые являют Дух Святой и благодать Святой Церкви, как вот нам относиться к тому, что было изобилие чудес, а сейчас вроде бы простой человек этого не видит, и даже может в какой-то степени сказать, что все, церковь уже не та, и той благодати тех чудес того увеличивает, сейчас уже нет, это так, или все-таки это нам кажется на первый взгляд? Ну вот если смотреть на евангельское повествование, то даже священная история Нового Завета нам говорит о том, что далеко не все обретшие чудесную помощь, даже не от апостолов еще, то есть не от эпохи деяний, а от самого Спасителя, они далеко не все проникались величием произошедшего с ними, и скажем там из 10 прокаженных мы с вами прекрасно помним, возвращается один иноплеменник там со словами благодарности, то есть с осознанием масштаба полученного дара, то есть понятно, что проказы во многом и сейчас еще неизлечимы, очень сложно так скажем поддается воздействию тогда и подавно, хотя к ней могли относить любые экземы и прочие кожные заболевания, но тем не менее, то есть эти люди одномоментно ощущают освобождение от болезни, восстановление целостности кожных покровов и как должны в соответствии с законом Моисея идут показаться священникам и Христос посылает, которые должны были освидетельствовать их выздоровление и возвращение, возможность возвращения их в сообщество людей, вот, возвращается только один, мы с вами помним прекрасного человека, который 38 лет лежал расслабленным в купеле, у купели, ну, скажем, понятно, что он не там лежал, его приносили, возможно, вот, как бы, к чудесному событию он ждал исцеления от Бога, и он одномоментно получая его от Христа, в итоге, что делает, он идет, свидетельствует на него, докладывает, собственно говоря, руководству народа с тем, чтобы не выпасть из социума своего, и только мы видим такой вот яркий прям пример, это вот исцеление слепорожденного, который настолько проникнут величием чуда, произошедшего с ним, что он ничего не боится, никаких человеческих предрассудков и неприязни, он прямо свидетельствует о чуде, произошедшем с ним, невзирая ни на что, поэтому говорить о том, что недостаток свидетелей есть, осознавших чудесные события, произошедшие с ними в той или иной степени, да, человек, воспитанный скептицизмом, научным материализмом, он сам начинает сомневаться, вот даже вчера еще осознавает полноту чуда произошедшего, он сегодня говорит, да может как-то само. мы же даже в Евангелии читаем, что Господь приходил в города иудейские и написано не сотворил там ни одного чуда по неверию их. Да, да, и даже там, где он пребывал, далеко не все, я думаю, болящие там и расслабленные и прокаженные приходили к нему, то есть его пребывание рядом не означает автоматическое исцеление вообще всех болящих, попавших, так сказать, в зону облучения благодатью. А почему сейчас нет такого изобилия чудес, о которых мы читаем в Евангелии, о которых мы читаем в житиях святых? Или оно есть, но мы просто этого не замечаем? Или это вообще не важно? В пастырской практике люди свидетельствуют часто о совершенно удивительных вещах. Что значит пастырская практика? Это то, что священник слышит в личной беседе, на исповеди. То есть люди к вам приходят и рассказывают о разных событиях жизни, об их переживаниях. Да, конечно, когда там муж бросил пить, я не знаю, подросток оставил употребление наркотических веществ, когда перемена в душе произошла, люди ненавидели друг друга годами, и после какой-то искренней, глубочайшей молитвой сердечной к Богу происходит перелом в душе другого человека, то есть эти вещи, они документально очень сложно доказуемы. Документально у нас пытаются доказывать исцеление от неизлечимых болезней, да, ну и здесь всегда включается элемент скепсиса, а было ли оно, а так ли уж все было плохо. Алексей, а где можно посмотреть документально доказанную чудесную, то есть кто этим занимается и где вообще это можно найти? Это вообще полностью в руках тех людей, с которыми это произошло. То есть это какая-то частная практика? Конечно, конечно, у нас нету, скажем, в церкви вот тех институтов, которые есть в католической церкви, чтобы собирать, фиксировать документально, может быть, к сожалению, этого нет, может быть, это нужно было. Я встречал, что вот есть, например, множество чудотворных источников, насколько мне известно, некоторые общины как раз-таки там ведут фиксацию чудес, которые происходят там, то есть приезжают люди, делятся своими историями, со своими проблемами, приезжают прошениями, потом через какое-то время Господь им помогает, они также приезжают, делятся, и я знаю, что вот в некоторых приходах, где есть чудотворный источник, как раз-таки ведется фиксация вот таких чудес. Отец Назарь, это все-таки сбор свидетельств. Свидетельств. Это не совсем то, что условно-юридически называется фиксацией, то есть тут надо медицинское заключение, грубо говоря, до, на момент как бы чуда, и состояние после, то есть там какой-то стадии онкологического заболевания, какого-то сердечно-сосудистого неисцелимого заболевания, и потом совершенно другая медицинская картина постфактум. Нет, ну понятное дело, что когда человек рассказывает о каком-то чуде в своей жизни, может быть, не всегда явном, это опять же личный опыт самого человека, это его взгляд на то, что произошло в его жизни, понятное дело, что если, может быть, человек светский со стороны посмотрит, скажет, да это просто совпадение, или это, ну человеку просто так думать, что это вот в его жизни что-то, какое-то чудо произошло, человек так себя успокоил, а человек верующий увидел в этом глубокий промысел для себя и воспринял это как чудо. То есть в наше время мы можем сказать, что чудеса в жизни человека, они до сих пор происходят, но это не бывает настолько явным для мира окружающего, что скорее это чудеса лично для каждого человека, который он переживает, которые его укрепляют вере, через которые порой Господь поддерживает человека и направляет его в нужном направлении. Получается, необходимости в таких явных и больших чудесах, какие были, например, при проповеди апостолов, сейчас уже, наверное, нет. Я слышал слова о том, что вот та сила благодати, говорения на иных языков, было необходимо апостолам, чтобы нести свою весть. Те великие деяния, которые они творили, силы Божьей, тоже были необходимы для того, чтобы обратить человечество ко Христу и чтобы показать силу Божию явную. То сейчас уже такой необходимости нет, потому что люди знают о Христе и уже слышали каким-либо образом, знают не в плане духовном, таинственном, а просто что-то слышали, что сейчас уже такой необходимости нет. Либо есть мнение о том, что действительно неверие настолько возрастает в человечестве, что место чуду порой в нашей жизни современной просто не остается. Как вот христианину относиться, где здесь истина, где правда? Действительно неверие настолько возросло в нас, что мы просто не замечаем этих чудес? Или все-таки дело в том, что просто отпала необходимость в этих чудесах? Слово Христа о том, что Дух приходит и уходит, и ты не знаешь, откуда Он пришел, куда Он идет. Природа Духа Божия есть свобода. И вот эта встреча личности человека с личностью Божественной, ведь, скажем так, в отличие от присутствия Христа посреди людей, которое было локально, понятно, оно было ограничено местом его жизни, обитания, присутствие Святого Духа, оно повсеместно. Почему это дар? Он необходим был, потому что Христос пребывая в физически ограниченном человеческом естестве, Он не мог посетить и лично прикоснуться к людям всего мира. В Духе Святом у Бога есть такая возможность личной встречи, именно личной с каждым человеком, который уверовал и открыл, так сказать, дверь навстречу Богу. Мы можем сказать, отец Алексей, что для современного христианина вот это является главным чудом его жизни, личная встреча с Богом? Это не только для современного, это и в истории было. Все остальные чудеса, они служили этому. Главная цель, из слова религия даже это следует, религио, восстановление связи, то есть смысл веры, церковности на земле в восстановлении, утраченной человеком связи с Богом, безусловно. И вот действие Святого Духа, проявление его в конкретные факты встречи души человеческой с Богом, вот через исцеление, через какие-то душевные прозрения, это вопрос величайшей свободы, то есть сказать, почему этот автомат вдруг перестал работать, или почему он работает иначе, чем тогда, сейчас, сложно рассуждать, потому что мы не знаем его мыслей и его видение того, что происходит Мысли мои, не мысли ваши, пути мои, не пути ваши. Да, это так, это так, человек очень сегментарен, он действительно видит свое и думает о своем и присутствии божества, да, наверное, можно говорить о том, что произошло некое скудение, что вместо множества людей праведных веры, сильных духом, это единичные старцы, да, имена наших современников мы знаем, там, отец Иоанн Крестьянкин, там, Схиегомен Ироним, там, Схиегомен Саввы, это чуть более раньше старцы, это признанные духовицы и душеведцы, которые человека видели как открытую книгу именно в целях любви, не в целях манипуляции и навредить этому человеку, взять власть над ним какую-то, а именно им Бог открывал в целях помощи, любви и сострадания душу человеческую. То есть, это вот дар Святого Духа, он был именно как дар любви и сострадания к человеку. Поэтому говорить, что этого нет, нельзя. То, что оно оскудило до некоторой степени, стало проявлять себя больше даже в святых иконах, мощах, источниках, а человеческая природа стала слабее и не может в таком объеме вместить в себя этот дар чудотворения. Может быть, можно рассуждать, а может быть, и не стоит углубляться в эти мысли. Сложно ответить, на самом деле сложно, но о том, что пребывание Духа Святого в церкви есть и факты подтверждения этого есть в общепризнанные, опять же, неочевидные для внешнего наблюдателя, для скептика. То есть нужно быть практиком, а не теоретиком. Когда ты становишься практиком, ты начинаешь видеть всю эту глубину, начинаешь видеть чудеса, которые есть в церкви. Но, с другой стороны, мы с вами видим, что святые отцы предупреждают христианина и людей верующих о том, чтобы они специально не искали каких-то чудесных явлений, каких-то не искали видений или духовных переживаний, потому что здесь тоже эта стезя очень опасна. То есть, с одной стороны, мы постоянно читаем о различных чудесах, духовном опыте, в том числе святых, и в то же время тут внезапно мы видим, что святые отцы нас предупреждают, что опасно желать и искать специально каких-то чудес, желать каких-то откровений, чтобы тебе явился ангел, и при этом предоставляет нас множество примеров тогда, когда вот такое желание каких-то духовных ощущений, если можно сказать, приводило, к сожалению, человека не просто к погибели, а порой иногда и даже к смерти. Поэтому эта тема действительно глубокая, здесь речь идет не просто о чудесах, но и о том, как вообще к ним относиться, в том числе современному христианину. И я надеюсь, что нам удастся с вами, отец Алексей, продолжить эту тему в следующей передаче. с вами, дорогие друзья, на сегодня мы прощаемся, увидимся в следующий понедельник в плане Винни 8. Ангела всем хранителя, храни вас Бог. Всего доброго. Всего доброго.